Здравствуйте, дорогие друзья! И снова мы с вами встречаемся на нашем просветительном проекте «Час краеведения». Сегодня у нас в гостях уже известный всем вам и нам историк, краевед, профессор Государственного Псковского университета Анатолий Васильевич Филимонов. Мы все знаем, что его любимая тема – это тема гражданской войны, вообще военная тема. Вот Анатолий Васильевич уже рассказывал у нас на краеведческом часе о зарождении Красной Армии. Это 18-й год, а вот события 1919 года на Псковщине, связанные с гражданской войной, не получили такое широкое, скажем так, ну, наверное, в исторической науке освещение. И сегодня о 1919 году на Псковщине в рамках событий гражданской войны снова расскажет Анатолий Васильевич Филимонов. Анатолий Васильевич, пожалуйста, расскажите вот о событиях 1919 года, о которых мы не так много знаем и не так они широко освещены. Ну, я начну с того, что где-то через месяц небольшим, вот, исполняется 100 лет, как страна перешла от политики военного коммунизма к новой экономической политике НЭПУ. Ну, и хотя военные действия еще продолжались на окраинах России, ну, фактически это был конец войне, потому что страна приступила к мирному строительству. Вот, вышла она, к миру приступила после Семилетней войны, потому что так сложилось, что сначала была Первая мировая война, затем революция, ну, и затем гражданская война. Семь лет страна воевала. Вышла она из страны страшно разоренной, ну, не случайно вспомним хотя бы и Ленина, который говорил о том, что сегодня мы похожи на человека, которого избили до полусмерти, дай бог на костылях делятся. Вот что представляла из себя страна после окончания Семилетней войны. Ну, все эти годы, вот все семь лет, они были очень сложными, потому что война это всегда величайшее действие для населения. Вот, но все-таки из всех лет, пожалуй, наиболее драматичным был 1919 год. Ну, все-таки вспомним, что Первая мировая война, там военные действия касались только отдельных регионов, западных губерний России, ну, Балтийского моря, Прибалтики, Кавказа, Придунавья. Вот, а другая страна, другая территория вообще-таки находилась в мирных условиях. А в 1919 году, вот, вся страна практически стала полем боевых действий. Вот, ну, когда-то называли 1919 год тремя походами Антанты. Ну, сегодня мы по-другому оцениваем эти события, но смысл от этого не меняется, потому что вспомним, что в 1919 году Холчак захватил, по сути дела, всю Сибирь и Урал. С юга наступал Денихин, ну, а на северо-западе, поставив целью захват Петрограда, наступала армия Юденича. Вот, власть большевистского руководства, она распространялась на очень небольшую территорию. Вот, на картах можно посмотреть и увидеть. Вдобавок, и на этой территории были внутренние неурядицы. Мощные антибольшевистские восстания, особенно крестьяне требовали отмены продраздерстки, но это уже другой разговор. И вот, надо сказать, что Псковщина тоже отказалась в подвороте вот этих бурных событий. Действительно, долгие годы у нас события 1919 года изучались гораздо слабее, чем, например, германская интервенция 1918 года. Ну, и когда все-таки что-то изучалось, то, как правило, показ событий был несколько односторонний. Только гражданская война с позицией красной стороны. Вот, а это была полуправда, потому что гражданская война – это противоборство опять различных воюющих сторон. Бывало так, что и члены одной семьи по разную сторону баррикад, народы разделялись на стороне красных и белых были. Поэтому события действительно были очень драматические. Вот, как это происходило, я постараюсь вот осветить. Ну, начнем с того, что вообще зарождение белого движения на северо-западе связано с Псковом, потому что именно в Пскове в период того, когда немцы были здесь, вот, 10 октября 1918 года, началось формирование белогвардейского псковского корпуса. Три полка – Псковский, Островский, Режецкий. Ну, предполагалось, что этот корпус должен достичь численности где-то 4,5-5 тысяч человек, но до конца его сформировать не успели, потому что 25 ноября 1918 года Псков был освобожден, и корпус отступил на территорию Прибалтики. На территорию Прибалтики. Вот. И, по сути дела, он стал там как раз основой формирования белогвардейской северной армии. Ну, тогда корпус был переименован 1 июня 1919 года. Он получил название северного корпуса. Потом 19 июня он был преобразован в северную армию, а 1 июля 1919 года в северо-западную армию. Ну, командующие там менялись неоднократно. Ну, ко времени вот решительных действий северной армией командовал как раз Гучко... Ой, Радзянко. Радзянко. Это племянник бывшего председателя Государственной Думы. А всеми белыми войсками, помимо этого северного корпуса, ведь были и другие еще войска в Прибалтике, командовал генерал Юденич. Надо сказать, что его авторитет как-то был не очень высоким в командах, кругах, потому что его считали ну, человеком, который от Первой мировой войны отсиделся на задворках. Вот. Кстати, он участник был и русско-японской войны. Ну, а сложилось так, что он всю войну провел на Кавказе. Сначала армией командовал, а потом в 16-м году Кавказским фронтом. Все-таки, как ни говоря, это второстепенный участок был. На главных участках хоть не был. Ну, не будем забывать и того, что все-таки под команду Невью Денича вот в 15-м году был совершен переход через Кавказский хребет, когда его армия перешла и захватила турецкую крепость Арзерон. Это была крупная довольно победа. Поэтому сбрасывать со счета, что он какой-то неопытный человек, тоже не приходится. Ну, действительно, военные не спрашивают, куда их направляют. Ну, назначили командовать Кавказской армией, Кавказским фронтом он и командовал. Потом он эмигрировал на территорию Финляндии, а потом оказался на территории Эстонии. И вот ему было поручено командование всеми белыми войсками на северо-западе страны. Вот. Напомнили то, что в состав Северного корпуса входили множество перебежчиков с Красной стороны. Это Булаг Балахович, это Нелидов, командующий Чудской флотилией, это Пермикин, вот, командир Талапского полка, который потом вырос вообще в очень крупное такое соединение. Вот, ко времени решительных действий на северо-западе, вот, северная армия насчитывала примерно где-то 5800 человек. Ну, было у него более 40 легких орудий, два броневика, два английских танка, ну, не говоря уже о стрелковом оружии. Ну, а потом корпус продолжал пополняться все-таки. Продолжал пополняться. Ну, еще до того, как началось всеобщее наступление на северо-западе, вот, белые вторгались на подконтрольные Советом территории. И особенно в этом усердствовал Булаг Балахович. Вот, например, уже 15 марта 1919 года он совершил нападение на побережье Псковско-Чудского озера, вот там, где Красная область находилась. Он захватил деревню Рудница, Золотовье, ну, и сделал попытку захватить Роскопельскую базу, там, где стояли корабли Чудской флотилии, и те, которые оказались верными советам, не перешли вместе с Теридовым на Эстонский берег. Силы были неравными, потому что охраняло вот эту базу только 29 матросов во главе с командующим Владиславом Петровичем Самовичем, а у Балаховича примерно 600 человек было. Ну, тем не менее, моряки проявили очень такое упорство, упорство, несколько атак они отбили, у них кончились патроны, Самович дважды был ранен, но не покинул поле боя. Ну, тогда один из матросов сел на коня, сумел доскакать до станции Ям, и оттуда вызвал подмогу. Ну, а к тому же выстрелы услышали и другие посты, которые были на побережье, они поспешили на помощь. Поэтому атака была отбита. Хотя Влад Балахович с собой увел раненых, увел того же Самовича раненого, несколько матросов, там, механика, вот, ушел на Эстонский берег. Вторично он совершил нападение тоже на берег Чудской, чуть побережье Чудского озера, уже в начале мая 1919 года. Тоже сделал попытку захватить Роскопельскую бухту. Вот, ну, здесь ситуация была сложнее, потому что сумел он захватить несколько кораблей, вот, пришлось даже несколько кораблей по решению командования Красного затопить, затопить. Два парохода пытались прорваться в Обсково, но им это не удалось. Ну, практически на этом истории, вот, Чудской флотилии, она закончилась. Напомню, что спормирована она была в 15-м году для прикрытия подступ к Петрограду, еще в годы Первой Вировой войны. Ну, правда, она не пригодилась, потому что немцы тогда на Петроград не пошли на этом направлении. Вот факт остается фактом. Ну, а общее наступление, общее наступление белых на Петроград было назначено на середину мая. При этом наступали белые войска на Петроград несколькими путями. Главное, все-таки, направление было с севернее Чудского озера, на Янбург и далее на Петроград. Гдовское направление было вспомогательным, а еще было направление со стороны Печоро-Изборска на Псков и далее на Лубу, на Петроград. Вот должны были двигаться в белые эстонские войска. Ну, и началось так, что уже 15 мая первым перешел в наступление опять же полк Булак Балаховича. Он подступил к Гдову. Гдов охраняли два красноармейских полка, которые не выдержали натиска. И поэтому Гдов уже в первый же день, 15 мая 1919 года, был отставлен. Вот, ну, защитники его отступили. Вот некоторые приступили к партизанской борьбе. В частности, отряд вот как раз большевика Тимофеева очень активно действовал в долу белых войск вот в течение нескольких месяцев. Ну, а захватив Гдов, тогда Булак Балахович наступал на Псков с севера вот со стороны Гдова. И одновременно начали наступать на Псков со стороны Изборска-Печоры вот это белые эстонские войска. Охраняла эти позиции 10-я стрелковая дивизия военным комиссаром, который был Ян Фабрициус и эстонские части Красной Армии. Ну, повторяю, что гражданская война, она не делает различий, она делит общество на противопорствующие стороны. Были белые эстонцы, которые выступали против советской власти, и были красные эстонцы, сторонники советской власти. Так вот, эстонская дивизия красных эстонцев, она стояла на позициях в районе Изборска. Ну, все беда в том, может быть, положение не было бы катастрофическим, но дивизия не имела резервов. Если она несла очень большие потери, заменить эти потери было неким. Поэтому в городе были предприняты шаги по формированию дополнительных отрядов. В частности, в Апскове началось формирование коммунистического батальона. Его иногда называют еще коммунистическо-комсомольский батальон, потому что записывали только членов квартир комсомольцев. И по мере формирования этих отрядов они направлялись на фронт. То есть меры какие-то предпринимались. Ну, положение, может быть, и не было столь угрожающим. Но в решающий момент командир красных эстонцев под Эсборском по фамилии Рид, он изменил. Он перешел на сторону противника. Фронт был обнажен, и охранять позиции просто было неким. И вот после этого белые эстонцы очень быстро устремились на Псков. И где-то к 24 мая бои шли в непосредственной близости уже от города. Вот те части, которые обороняли Псков, проявили здесь мужество. Очень упорно сражался коммунистический батальон. Ну, однажды он 33 часа беспрерывно держал оборону, давая возможность провести эвакуацию из города, цен на грузов, имущество, губернских учреждений. Вот губернские учреждения снова из Пскова эвакуировались в Великие Луки. И Великие Луки в годы Гражданской войны стали вторично как бы центром губернии. Ну, сначала они были, когда немцы были во Пскове, и вот теперь снова перебрались они в Великие Луки. Было принято решение подорвать мосты через Великую. Поэтому были сборы взорваны и железнодорожный мост, и как раз вот Ольгинский мост. Вот здесь, как раз при взорвании Ольгинского моста, проявил мужество командир минно-подрывной роты Чапулин. Ну, встречается написание Чицулин, Чичулин, ну, обычно принято Чапулин. Вот, который пожертвовал собой, ну, и взорвал практически мост вместе с собой. Вот вспомним, что в конце уже 30-х годов, когда, ну, повсеместно устанавливались мемориальные доски и на памятниках древней архитектуры тогда, и в честь революционных событий, событий Гражданской войны, вот на одной из ферм Ольгинского моста была установлена мемориальная доска в память о погибшем Чапулине. Ну, в годы войны она была утрачена, а после войны она не была восстановлена. Поэтому взрыв мостов не позволил белым сразу ворваться в город, поэтому эвакуацию провели очень организованно. Но, тем не менее, 25 мая город Псков был оставлен. Ну, обратите внимание, что 25-е число года Гражданской войны очень часто повторяется и в таком благоприятном смысле, и в драматическом смысле. Вспомним, что 25 февраля 1918 года немцы Псков захватили, 25 ноября 1918 года он был освобожден, и вот теперь опять 25 мая, месяцы только меняются, город был оставлен. Кстати, захватил его не Булак Балахович, а захватили его белые эстонцы. Вот иногда у нас в краеведческой литературе так пишется, что создается впечатление, что Булак Балахович его захватил. Нет, захватили его белые эстонцы, Булак Балахович сюда пришел только через три дня, а вот 31 мая по решению эстонского командования управление городом Псковом было передано Булак Балаховичу. Но я об этом еще вернусь ниже, потому что все вот эти месяцы захвата Пскова белыми, они связаны в основном с этой фамилией. Но факт остается фактом, что Псков пришлось отставить. После этого красноармейские части отступали в разных направлениях, чтобы не поставить под удар непосредственный вот все основные силы. Часть войск отступала в район острова, и вот в районе острова тоже разгорелись очень упорные бои. Ведь белые войска, ни много ни мало, 16 попыток делали захватить город-остров. И каждый раз вынуждены были откатываться, потому что красноармейские части, которые оборонили город, проявили в полной мере героизм и мужество. Вот особенно отряд под командой Николая Андреевича Корозова, это председатель Островского уездного исполкома, он еще в 18-м году вел партизанскую борьбу против немцев и участвовал в борьбе с немцами. И вот теперь он сформировал очень быстрый такой маневренный отряд, который всегда оказывался в том месте, где было труднее. Был однажды такой случай, что Порозов был ранен, ранен в бою, отправлен был в госпиталь, ну находился некоторое время там, а потом ему сообщили, что белые прорвались. Тогда Порозов бежал из госпиталя, внезапно оказался, ну, как говорится, во главе наступающих войск, ну, надо сказать, что красноармейцы прямо от этого удивили, что откуда взялся тут командир. Это как-то удушевило их, и в очередной раз белые были отброшены от острова. То есть остров взять не удалось, хотя, повторяю, бои шли в непосредственный близость от Пскова. Другая часть войск отступала на Порховское направление, и вот здесь, на этом направлении, через несколько дней после оставления Пскова, очень упорные бои шли на реке Кепь. Псковичи знают, что этот район тоже дачный сейчас. Обычно, когда мы вспоминаем бои на реке Кепь, которые три дня длились здесь, вспоминаем как раз Леона Поземского, потому что именно здесь вот как бы он погиб. Ну, что можно сказать о Леоне Поземском? Леон Поземский по праву считается первым комсомольцем Пскова, хотя это не совсем так, вернее, назвать один из первых, потому что, по сути дела, создавать Псковскую комсомольскую организацию начинал Степан Телегин. Именно он после митинга, который состоялся в декабре 1918 года в Народном доме имени Пушкина, возглавил Порх, бюро по созову губернского съезда комсомола. Этот съезд должен был законец, рождение губернской организации. Вот Леон Поземский тоже в это бюро входил. Вот, ну, дело в том, что Телегин был направлен на фронт, и вот после него эту работу решил продолжать Леон Поземский. На него были возложены вот эти обязанности. Сам он уроженец Пскова, выпускник Псковской мужской гимназии, потом находился на фронте, ну, а потом, когда он вернулся, работал в финансовом отделе губернского сполкова, обыкновенный такой служащий, был бойцом коммунистического батальона, так что участвовал в боях на Псков. И тут коммунистический батальон отступил на Кепь, и вот там Леон Поземский тоже участвовал в боях. Вот, а дело-то в том, что Леон Поземский при этом погиб. Вот, погиб в этих боях. Долгое время вообще очень много было разных таких, даже не были лиц по поводу этого. Вот, особенно эта работа активизировалась, это в конце 20-х годов, потому что в 1929 году вот улица Нарвская бывшая была переименована улицей Леона Поземского, которую она носит до настоящего времени. А потом в 1934 году, как обычно писалось, были лишь обстоятельства гибели Поземского. И вот предатель, который его выдал, Кузнецов по фамилии, предстал перед судом. Суд проходил во Пскове, в главном, можно сказать, зале Дома Советов. Трансляция шла по радио даже, вот этого судебного процесса. Публиковалось там репортаж в газетах. Ну и обычно в крыльевической литературе всегда писалось, что только через 15 лет вот эти обстоятельства выявились, и предатель понес заслуженную наказание. Как говорили, Кулацкий выродок получил по заслугам. Ну, интересно, что как-то вот несколько лет назад, работая в читальном зале, газетном зале, библиотеки в Ленинграде, тогда еще, я вот листал подшипки газеты «Псковский колхозник» за это время, 1934 год. У нас в Пскове их нет. Поэтому, может, многих не дошли руки до этого. И я натолкнулся на репортаж вот этого судебного процесса. И когда я его прочитал, ну, оказалось, что ситуация немножко иная была. И картина гибели Поземского предстала немножко в другом свете. Обычно ведь писали так, что этот Кузнецов якобы лично знал Поземство, ну, якобы лично выдал, увидит валяется раненый красноармеец, узнал, что это Поземский, привел его в белогварнейский штаб и сдал. Заявил, что это он организатор Псковского комсомола. По другим версиям было так, что якобы он прочитал фамилию Поземского на ремне его, которая была, и тоже узнал, кто это такой. Вот. А тут, оказывается, что такого опостания просто не было. Не было. Во-первых, Поземского очень мало еще кто знал еще. Комсомольская организация только-только зарождалась еще. Ну, и где там деревенские парни из деревни мог знать Поземского? Так что факт опознания суд не установил. Предательство – да. Он увидел, валяется раненый красноармеец, поднял его пинками, привел в штаб и сдал. И на этом функции его закончились. А потом, как на суде выявилось, что этот Кузнецов в то время был еще несовершеннолетним. Ему не было 18 лет. И вот по совокупности его деяний, то, что он говорили потом про лес колхоз, в члены членов Совета, и там тоже вредил, тихий сапой все разваливал. Ну, за давностью времени вроде как, вот, и вот совокупность вот этих еще деяний его, ему дали тогда только 5 лет заключения. Вспомним, 1934 год все-таки. 35 лет заключения и такое уж строгое наказание по большому счету тогда. Но факт остается фактом. И в том же году прах Поземского был перенесен в Обсков и захоронен тогда вот на площади жертвы Леволюции, ныне сквер павших дворцов. Вот можно там видеть памятник вообще погибшим отдельно, а Леона Поземского могила отдельно там находится. Сегодня этот памятник тоже стоит. Ну, правда, там еще красная звезда была наверху, потом она настолько прожарела, что ее сняли покрасить и до сих пор, как говорят, красить. Теперь она уже не вернется, наверное, никогда. Ну, во всяком случае, бои тут были. Ну, а потом, когда Белые прорвались дальше, бои непосредственно близости от Порхова начались. Несколько попыток были взять Порхов, но Порхов все-таки устоял. Кстати, интересно и то, что Белые тогда побывали в Некандровой пустыне. Мы знаем этот монастырь, который сейчас возрожден и действует. Обычно говорят, что советская власть его уничтожила. Да, в 1929 году это было позже. Вот тогда полностью все строения были разобраны и использованы вот эти стройматериалы для произведения других построек. Но все-таки похозяйничал, в кавычках, там и был Ак Балахович. Вот так потом был составлен в последствии, что он и драгоценности многие оттуда ограбился, часть скота увез, и имущество. Кстати, раку преподобному и кандра тоже отправили во Псков. И что примечательно, что потом, забегая вперед, ведь советская власть, когда Белых отогнали, она приняла решение часть скота вернуть монастырю, вот, и раку эту вернули на прежнее место. Ну, куда она потом подевалась, до сих пор неизвестно, но это позже все-таки было. Вот, так что мы видим в этот период, как говорится, вот так вот дела обстояли. Ну, и, наконец, еще часть войска отступала прямо непосредственно на Петроград. И вот здесь продвижение в Белых было наибольшее, потому что были захвачены станции вдоль железной дороги Новозелья, вот струги белые, ныне струги красные, и далее тогда. Вот, то есть мы видим, что значительная территория Псковской губернии, ну, и Петроградской, вот Гдовский уезд, Лужский уезд, тогда Петроградская губерния была, но сейчас это Псковская область оказались захвачеными. Вот, очень большая территория, больше, чем немцы когда-то в 18-м году захватили, ну, и на этой территории, естественно, была уничтожена советская власть, и был введен, так сказать, белогвардейский режим. И особенностью репствовал во Пскове и в прилегающих деревнях это Булак Балахович. Булак Балахович. Вот, ну, фигура, можно сказать, такая типичная для белого движения. Его отряд официально именовался партизанским, партизанским, но представляло такое из себя нерегулярное, а полубандитское формирование. Ну, на самом деле, партизанщина, если по большому счету говорить, партизаны и партизанщина это все-таки разные вещи. партизана тоже предполагает какую-то дисциплину, а партизанщина это вот такое уничижительное название, которое говорит о том, что, знаете, там дисциплина так хромала, хромала. Вот, дело в том, что и обращение к нему было, там, батька, атаман, это сугубо такие бандитские названия. Обычно в регулярных частях обращается по воинскому званию, хотя воинское звание Булак Балахович тоже имел, даже повышался в нем. Когда-то он в годы Первой мировой войны был роднистром, потом ему звание полковника было присвоено, ну, а потом Радзянка ему звание генерала присвоил, генерала. Вот, дело-то в том, что Булак Балахович как только в Обсков пришел, он начал сразу публичные казни. Заподозренных в сочувствии к советской власти. Не обязательно большевиков, а просто заподозренных. Сначала эти казни проводились в разных местах города, ну, вешали прямо заподозренных на фонарях, на фонарных столбах. Это и на улице Советской, бывшей Великолупской, и в других частях города. Вот, ну, а потом уже отзернула его команда вне Северной Армии, что что ты делаешь, ты в конечном итоге озлобишь население, надо как-то немножко вытихомириться. Ну, Булак Балахович тогда публичные казни на улицах прекратил, а перенес их на Синную площадь, вот ныне сквер павших борцов, там была сооружена обителица с несколькими крюками, арестованных до этого содержали в тюрьме, ну, ныне следственный изолятор, бывший тюремный замок, там не так уж и подалеку. В дни, когда казни на начало сгонялось население, и вот, как говорится, поводили обреченных, и Булак Балхович лично руководил вот этими казнями. Причем, иногда изделочки такие проводил, начинал как бы допрашивать, мог и тут же освободить человека, а мог ни за что, как говорится, повесить. И, кстати, ввел точный учет своих вот этих жертв. Вот, по его данным было повешено немного не мало 122 человека. Ну, это не значит, что цифра эта точная, возможно, и не учли всех, ну, во всяком случае, 122 человека. Булак Балхович еще так делал, когда он вошел, конечно, зажиточная часть города радовалась приходу, что наконец-то власть красных закончилась, купечество специальную делегацию даже выделило, ему преподнесли хлеб, соль на таком серебряном блюде и подарили серебряный портсигар, на котором такая грузировка была сделана. Вот, куснец в акула оседлал черта, а ты, батька томал, оседлал большевиков. Вот, когда Булак Балхович наступал, Псков, он воззвание в чудо распространял среди крестьян, призывал вступать вот в его отряд, ну, многие вступали, кого-то насильно забирали, кто-то добровольно, все-таки продразвёрстку-то не любили, крестьяне думали, тут лучше будет, хотя поборы в Белой Армии тоже были. Вот, как он говорил, что я не борюсь мирным населением, а я борюсь только с жидопродавцами, большевиками. Ну, придя во Псков, он не делал различия, как говорится, зажиточный, бедный, вот, большевик, не большевик, он делал, надо говорить, так, он арестовал некоторых детей в зажиточной части, вот, купеческих сынков, а потом вымогал, как говорится, выкуп, и такое бывало. Вот, надо сказать, что грабежи были устроены, даже немцы за 9 месяцев меньше ограбили город, чем он был Абалахович. Кстати, вот, после гражданской войны в 20-х годах там акты составлялись ущерба, и они сохранились в архиве. Например, с фабрики Шпагат там вывезли паровой котел, сколько-то тон там сырцально, сколько-то полуфабрикаторно, на заводе металлиста металлические изделия, станки, на одном из складов даже посуду раскрабили, все, как говорится, было зафиксировано потом, все это вывозилось на территорию Эстонии. В церквах псковских пошертил, что называется, часть вот драгоценностей все-таки, печатал, кстати, фальшивые деньги, келлинги фальшивые. Вот, было так, однажды, такой случай, что один из сослуживцев Балак Балаховича пытался в ресторане с владельцем расплатиться вот этими деньгами фальшивыми. Тот что-то заподозил неладное, отказывался взять, но тот убедил его, что деньги настоящие. Сучил им эти деньги, и в эту же ночь этот владелец ресторана неизвестно куда исчез. Вот, сам-то Балак Балахович находился в помещении нынешнего банка, который на Октябрьской площади, а его сотня находилась в здании другого банка, который на месте нынешнего цума стоял. Так что, все в центре здесь было. Ну, площади тогда не было, город по-другому выглядел, это просто перекресток был. Ну, в центре города. И в деревнях в соседних тоже. Вот, кстати, вот это вызывало озлобление населения, и надо сказать, что это бросало тень на белое движение в целом. Ну, не случайно Антон Иван Денигин потом сказал, что деяние Балаховича это черная страница белого движения. Вот, в конечном итоге даже Родзянко приказал арестовать некоторых членов его штаба, которые наиболее ретиво вот нарушали все нормы, вот, а потом и Булак Балаховича даже приказал арестовать, но тот бежал в эстону. В конечном итоге Родзянко исключил его из списка в Северной армии. Ну, потом он оказался в Польше, Булак Балахович, и там потом вторгался на советскую территорию. Ну, а почти дни года он жил в Варшаве, вот, несколько лет так, незаметным, по-тихому, работал где-то в лесном ведомстве, и в сороковом году, когда немцы уже были в Варшаве, он был убит патрулем на улице города, скорее всего, случайно. Вряд ли это знали, что это Булак Балахович. Вот такая его судьба была. Вот. Ну, дело в том, что где-то вот в августе, в августе 19-го года все-таки обстановка изменилась в пользу Красной армии. Был освобожден город Ямбург, и это создало условия для наступления красных частей на Псков. Части повели наступление на Псков, вот, и 26-го августа, немножко не попали в 25-й один день, 26-го августа 19-го года город был освобожден. Были освобождены и прилегающие территории некоторые, но это еще не был вот конец вот этой борьбы между красными и белыми, потому что обстановка потом в начале осени снова изменилась, снова изменилась, красным частям пришлось отступать, и белые части потом тоже подступали к городу Пскову, делая неоднократные попытки захватить город. Были даже дни, когда бои шли в непосредственной близости от города, в 3-4 километрах, но все-таки город удалось отстоять, он больше не захватывался, не захватывался. Вот, а потом, потом уже где-то в начале ноября, в начале ноября 19-го года, вот началось наступление красных отрядов по всему фронту. И вот тогда создались условия для сухожжения других захваченных территорий. Ну, от Петрограда белые откатывались, и красные части наступали вдоль железных дорог, вдоль шесейных дорог, вот тогда были освобождены захваченные станции, кстати, струги белые, вот после этого она получила название струги красные. Говорят, что командир бронетучки Георгий Григорий Томчук несколько раз врывался на эту станцию, на этой бронетучке, вынужден был отступать, в конечном итоге станцию замели. И как он заявил, что были струги белые, а теперь будут струги красные и навечно. и говорят, что он сам лично поменял вывеску на железнодорожном вокзале. Вот. Ну, во всяком случае такая легенда, но факт остается фактом, что до сих пор вот эта станция носит теперь название струги красные. Вот. А потом был создан в начале ноября специальный маневренный отряд, который должен был освободить ГДОВ. За несколько дней до этого вот, было занято население Чернёва на территории ГДОВского уезда. Там были захвачены большие склады боеприпасов, оружие. Вот это усилило значительно красные войска, которые повели наступление на ГДОВ, и ГДОВ 7 ноября 1919 года был освобожден. Так что, по сути дела, вот крупные населённые пункты Псковского края были освобождены от белых. Ну, а повторяю, что от Петрограда от Петрограда в красной части теснили белые части в сторону Эстонии. Ну, и, конечно, вставал вопрос, куда деваться после этого. Где-то 13 ноября 1919 года Юденич обратился к правительству Эстонии разрешить переход вот северной армии на территорию Эстонии. Разрешение было получено где-то 18 ноября, то есть спустя несколько дней. И вот после этого начался исход северо-западной армии на территорию Эстонии. Ну, а до этого тоже были драматические события. Вот в районе, например, деревни Скамья получилось как-то так, что полк Талабский, известный, Пермикина, отступил к Нарове, к Нарове, теснили его красные войска, которые стреляли по нему, а с другой стороны ударили эстонцы. И по сути дела этот полк оказался под перекрёстным огнём. Многие, которые начали наступала уже зима, говорят, что там река вся была красная от крови и трупы мёрзшие были. Весной, когда они оттаяли, прямо плыли вот эти тела. Ну, это вот такой частный пример. А всё-таки основная часть переходила на территорию Эстонии. Ну, дело-то в том, что это была настоящая драма, тоже трагедия вот северо-западной армии. Потому что при переходе через Нарву, а переход совершался где-то в течение десяти дней с 18-го там до 28-го ноября. Их просто лишали оружия и всего имущества. Разоружение северо-западной армии происходило. Отбирали все имущества, обвозы, боеприпасы, вещи, какие ценные были. Переходили солдаты, что называется, полностью ободранными на территорию Эстонии. Они получали статус беженцев. Беженцев. Вот. И потом для них потом уже были устроены несколько лагерей, лагеря эти таких приспособленных в унищениях, которые не отапливались. Это обыкновенные сарай, где Нарв даже не было. И зачастую вот эти обмороженные, раненые, больные воины северо-западной армии находились прямо на земляном полу, спали на соломе, умирали, умирали. А еще самое страшное то, что большинство из них оказались просто под открытым небом в болотистой местности в районе Нарвы. Вот. Там не было даже ни землянок никаких, не было даже ни лопат, ни ломов, чтобы хотя бы вот спилить лес и какие-то землянки приготовить. Под открытым небом по сути дела. Статус беженцев, беженцев. Вот, конечно, Юденич заподозрил, что это нарушение общей договоренности. Он протест выражал. Но протеста его никто не прислушался. Мало того, ему самому было приказано убираться в территорию Эстонии. Ну, а потом такой приказ получили и весь командный состав Северо-Западной армии. Поэтому большинство подавляющей массе даже нужно сказать все, все вот офицеры, генералы, они покинули Эстонию. Ну, кто-то на территории Эстонии остался, но не в этих выделях. Если посмотреть вот справочники, сейчас их многое сдается, годы жизни вот этих командующих вот войсками Северо-Западной армии, то умерли они, как правило, все за границей. Ну, сам Людейнич умер в 1933 году. Вот, взять тот же Пермитин хотя бы, аж только в 1971 году, в Нью-Йорке умер, долго жил. Вот, и другие. Вот, жили они довольно долго. Вот, я по поводу того, конечно, раз им приказано было убираться, они убрались оттуда. Ну, вот, мы очень много говорим о дворянском чести, достоинстве. Вот, казалось бы, вот так вот подумать, ведь ни один из них не остался с солдатами умирать в эстонских болотах. А своя рубашка ближе к телу оказалась. Так что, говори, не говори, а классовые различия дают о себе знать и проявляются, как бы мы не хотели этого. Ведь ни один, как говорится, не остался умирать. Жили, как говорится, безбедно вот, на территории, а солдаты, вот, которых они вывели здесь и брошены, они, по сути дела, умирали. Умирали. Вот, ну, а потом, мало того, ведь в ноябре уже, в девятнадцатом, как-то раны, морозы наступили, и, по сути, делают просто люди замерзали тогда. Вот, а потом, в начале декабря девятнадцатого года эпидемия сутного тифа, который косил прямо, что называется, десятками сотни. Некоторые пытались вырваться из этих болот, и даже бог с ним перейти на красную сторону, полностью без обморущества, без всего, но их не выпускали оттуда, потому что эстонское правительство боялось распространения болезней, и насильно их там удерживало. Ну, есть такие данные, что умерло, там, замерзло от болезни где-то около восемнадцати тысяч. Это была настоящая трагедия вот белого движения. Все-таки, что ни говори, это были тоже русские люди. Вот в чем драматизм гражданской войны. Вот, и белые, и красные, как говорится, кто бы то ни был, а тем не менее, неодинаковая смерть была для всех. Вот. Ну, а потом уже, второго, как известно, марта 1920 года был подписан мирный договор Советской Республики с Эстонией, Тартовский договор. Ну, и вскоре правительство Эстонии приняло решение вообще о прекращении существования северо-западной армии. Вот такой был итог вот событий гражданской войны на Псковщине в прилегающих территориях. В прилегающих территориях. Вот. Кстати, я вот забыл сказать о Булак Балаховиче. Вот. Интересные свидетельства о нем сохранились даже от чилийцев. Вот, например, Василий Горн когда-то был членом Псковской Исковской группы, а потом Меньшевик, а теперь он был членом в годы гражданского на северо-западное белгородейского правительства. Будучи в эмиграции, в 23-м году в Берлине выпустил очень интересные мемуары гражданской войны на северо-западе России. Интереснейшие довольно мемуары. Вот он писал так о Балаховиче. Это был невысокий человек с незврачным лицом, сужающимся к низу, на котором невыгодно выделялись уши да бегающие серые глазки. Неприятная была его манера грызть свои плоские ногти на грязных руках. Или вот другое свидетельство тех, которые знали Балаховича. Подчиненные Балаховича производили странное впечатление. Несмотря свои офицерские чины, они были вовсе не похожи на офицеров. Сам Балахович был весьма импозантный, ловкий, гибкий молодец, жгучий брынец с каким-то хищным выражением лица. Он стильно одевался, черная кубанская шапка и черкеска были ему к лицу. Человек, безусловно, невысокой интеллигентности и ума, он был хитер, сильно бил на популярность, но за всем им чувствовалась искусственность и лукавство. В отряде не было никакой дисциплины, и люди были распущены. Были распущены. Это еще раз подтверждает, что это фактически нерегулярное такое формирование, партизанское формирование. Ну, о судьбе Балаховича я сказал, как она сложилась опять же. Вот. Ну, я повторяю, что долгое время у нас рассматривались вот эти события с позитой только красной стороны. Вот сегодня очень много литературы издается и по белому движению, и по северо-западной армии, и справочники биографические даже есть. Мы можем судить, конечно, как сложилась судьба командного состава, и средних чинов, ну, и некоторых даже вот рядовых. Кстати, после того, как гражданская война закончилась, вот в начале 20-х годов участникам рядовым белого движения было объявлено амнистия. Вот. Некоторые из них вернулись на территорию Псковской губернии, жили здесь. Ну, потом, когда начался эпоха большого террора в 30-е годы, многим, конечно, припомнили, вспомнили, что участники белых формирований. Даже лечь и их участие там в кровопролитии было очень велико. Было белых, значит, враг. Красный эффект до права, белый нет. Сегодня, мы говорим, что гражданская война, это величайшая трагедия в жизни страны была, где, как говорится, не было победителей и побежденных, вот, и не было, вот, ну, как говорится, кровь одинаково лилась с той и с другой стороны. Анатолий Васильевич, большое спасибо то, что Вы рассказали такую, действительно, чрезвычайно драматическую страницу в истории не только России, но вот именно Псковской губернии, но это благодаря тому, что, я так понимаю, что это многие годы работы, да, это изучение архивных документов, это изучение периодических изданий того времени. Дело так в том, что изучать, изучать события гражданского войны 1919 года очень сложно. Потому что документов у нас очень-очень мало в стране. То, что было, оно давно уже обработано и давно уже использовано. А ведь самые главные архивы, они хранятся все-таки за границей, потому что в эмиграцию участники белого движения увидели, вот, взять, например, в Гойерском институте очень большие архивы. Вот в последние годы, как-то в 90-х годах, вот, начали петербургские историки этим заниматься, в частности, вот Анатолий Васильевич Смолин, он как-то получил возможность все-таки получить заграничную командировку еще в начале 90-х годов, вот, или в конце 80-х, и он поработал в этом Гойерском институте тогда. И тогда ему разрешили огромное количество документов копировать там. Как я знаком немножко с ним, дело в том, что потом рассказывали, не мне, а вот другие люди рассказывали, что он накопировал тогда два чемодана этих документов, ну, и на том, что на него смотрели, как на ненормального. В 90-е годы, когда у нас всеобщий дефицит, люди довезли тогда оттуда вещи, продовольствие, а он бумаги вез, и тем не менее он привез огромные документальные материалы оттуда, на основании которого написала докторскую дешево-цертацию по белому движению на Северо-Западе. Вот, в него и монография потом вышла такая. Ну, если посмотреть книгу «Гражданская война», то есть «Интервенция гражданской войны на Северо-Западе России», вот там значительная часть глав написана именно им. Эта книга в 95-м году вышла. Вот, что касается Пскова, конечно, в печати об этом писалось. Вот, кое-какие документы есть, и в архиве, но, повторяю, их очень-очень мало. Вообще, те, кто занимается гражданской войной, испытывают такой архивный голод. Выход тут изучать, конечно, то, что есть в эмиграции. Эмигранты тоже писали многое, но не всегда объективно, они с позиции самооправдания или самовосхваления или печевания проклятых большевиков. Ну, как говорится, политика тут брала верх над разумом, и партийность брала перевес над объективностью. Ну, сегодня понемножку, говорится, эта картина выравнивается. К сожалению, получилось и так, что наряду с угловым изучением белого движения у нас появилось какое-то стремление обелять белое движение. Вот, они всегда правы, они, как говорится, воевали за Христа, за Христову веру, ну, а большевики, красные безбожники, они эту веру попирали. Вот, но, как говорится, не в этом деле, чтобы маятник качался в одну или в другую сторону, а задача создать вот именно подлинную картину гражданской войны. Вот, и восстать должное тем и другим. Думается, до этого мы пока еще не дошли, но когда-нибудь дойдем. Большое спасибо, Анатолий Васильевич. И вот, главным рефреном вашего выступления, как мне показалось, это о том, что одинаково наши люди с той стороны, с другой стороны. И, наверное, это тоже историческое достижение, что вот историк, да, профессор говорит о том, что гражданская война это самое страшное, и то, что это брат на брат идет. Это, наверное, тоже достижение, скажем так, нашего времени, да, когда, вот, как вы сказали, нет больше вот этой, там красное, там белое, там челное, а где-то что-то посередине. Анатолий Васильевич, большое спасибо с сегодняшнего, в сегодняшней нашей лекции мы узнали очень много интересных фактов. Тема достаточно тяжелая, тема достаточно тяжелая, и слушать, и вам изучать было, но, тем не менее, это все нужно знать, потому что историческая правда, она всегда должна торжествовать. И задача историка, и в вашем лице еще, и как троеведа, сегодня, вот вы много говорили о том, что, да, существует вот таких легенд, которые не имеют под собой никакой вот исторических, исторических вот событий, правда, не историческими событиями. Большое спасибо. Анатолий Васильевич, ну вот как-то так получилось, что 18-й год мы с вами изучили, 19-й год вот сегодня мы тоже изучили, но напрашивается следующая тема, Пскову 20-е годы, это ваша тема. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в нашем посвятительском проекте «Час троеведения» принимал участие Анатолий Васильевич Филимонов, профессор Псковского государственного университета, кандидат исторических наук и наш замечательный кривед. Спасибо за внимание. Анатолий Васильевич,